Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. За первые полгода 2024-го произошло около 11 тысяч банкротств немецких компаний. Они затронули порядка 133 тысяч работников, сообщает Bild. По данным Ассоциации экономических исследователей среди триформ, количество банкротства фирм выросло по сравнению только с аналогичным периодом прошлого года примерно на 30%. При этом нынешняя волна банкротств значительно сильнее, чем раньше, затронула крупный бизнес. Она, например, накрыла национальную сеть универмагов Галерия, Корстат и третьего по размерам в Европе туроператора FT-Тауристик. Причем падение FT уже породило вторичную реакцию. Компания осталась должна миллиарды долларов отелям, вынудила раскошелиться страховые фирмы и оставила без уже оплаченного отдыха множество туристов. Туроператор работал с 40 странами, ему принадлежали около 50 отелей, на него официально трудились свыше 11 тысяч человек. Мало кто мог предположить падение такого гиганта, но это произошло. Также в Германии на 6-7% возросло количество банкротств среди физических лиц. О своей полной финансовой несостоятельности объявили 35 400 человек. Еще тогда вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к осени Германия должна полностью отказаться от углей из РФ, а к концу года стать почти независимой от российской нефти. В начале 2023-го вступила в силу общеевропейская эмбарго на российские нефтепродукты. Осенью 2023-го канцлер Фергеолов Шольф с гордостью заявил, что Германия смогла полностью заменить российский газ топливом из других источников. Прозвучало это победоносно. Еще осенью прошлого года The Wall Street Journal писала о том, что европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие важные для экономики товары, уходят из ЕС и переносят свои производства в Соединенные Штаты. Так как резкие колебания цен на энергоносители и перманентные проблемы с цепочками поставок приносят вред Европе тем, что, по мнению некоторых экономистов, может стать новой эрид индустриализации. Вашингтон представил целый ряд стимулов для развития производства и зеленой энергетики. Одним из примеров таких корпораций стал немецкий автоконцерн Volkswagen. Кроме того, Tesla свернула проект по производству аккумуляторов в Германии. Эксперты отметили, что такие преимущества Европы, как наличие передовых технологий и высококвалифицированной рабочей силы, не способны перевесить энергетические проблемы. При этом американские эксперты признали, что даже таким крупным производителям газа, как США, Канада и Катар вряд ли удастся перекрыть бывшие поставки голубого топлива. Несколько месяцев спустя источник подтвердило наличие тенденций, ранее описанных экспертами. Издание отметило, что европейские компании бегут от своих проблем в США, где власти создают им специальные льготы на нормативном уровне. Продвигающая обычно либеральные общеевропейские тренды признала, что экономика ФРГ уходит в состояние рецессии. В четвертом квартале валовый внутренний продукт Германии сократился по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5%. Летом 2023 года статистические службы Германии заговорили о том, что количество неплатежеспособных компаний в стране в годовом измерении возросло на 23-8%. Согласно подсчетам экспертов Bild, из-за отказа от российского газа, который используется для производства удобрений в Германии, стоимость продукции увеличилась на 150%. Она стала просто неконкурентоспособна. В 2023 году о закрытии своего аммиачного завода в Людвигсхофене уже заявил химический гигант БАЗ. Причем СМИ стали писать о том, что другие корпорации готовы последовать его примеру. Как мы все помним, руководство ФРГ, желая поскорее угробить немецкую экономику и уехать за океан, опережая все санкции, инициативно запретило само себе покупать российскую нефть, поставляемую по нефтепроводу «Дружба». Хотя она под санкции как бы и не попадала. Замену данному энергоресурсу немцы нашли в виде казахской нефти, которая, по их оценкам, должна была частично компенсировать отказ от российского черного золота. Правда, в этой всей диверсификации есть немаловажный момент – труба для прокачки нефти по-прежнему использовалась российская и принадлежит она транснефти. Объемы поставок нефти в Германию были запланированы на уровне 2 миллиона тонн в год, однако в ситуацию совсем чуть-чуть вмешался Батька и заявил, что как-то тарифы на прокачку какие-то недемократичные, в результате чего поднял их для казахов на 43%. Нефть все равно пошла в Германию по дружбе, правда, стала дороже. И вот информационное агентство Reuters, ссылаясь на три осведомленных источника, пишет, что Россия уведомила Казахстан о прекращении транзита нефти по дружбе. Причиной остановки транзита являются возникающие проблемы с оплатой от польского государственного оператора Перн, который, ссылаясь на санкции, видимо, не может провести необходимые платежи, а по сути хочет качать нефть на халяву. Поэтому российская сторона выбрала наиболее оптимальный вариант – остановка транзита, пока немцы, поляки и казахи не разберутся, кто, сколько и кому должен платить. При этом в Казахстане, осознавая возможные потери, поспешили успокоить покупателей, мол, не переживайте, ситуация под контролем, поставки будут продолжены. Об этом заявил советник министра энергетики республики Шингис Ильясов. На самом деле транснефть поступает очень правильно. Закончилась оплата, стоп-кран или стоп-вентиль, кому как больше нравится, пока нет денег на счетах. Формула отношений проста – как только оплатите транзит, продолжим качать. И не нужно думать о высоких материях братских отношений, про которые вспоминают, когда прижмет очень сильно и больно. У западных коллег и партнеров заискрил и задымился мозг, когда они узнали, что Россия и Иран договариваются о совместном газовом проекте. Для светлоликих эльфов – это как если бы Apple и Samsung вместо тотальной конкурентной вдруг стали бы делать смартфоны вместе. К тому же нервную дрожь американцев усиливало одно непреложное знание – от газовых труб добра не жди, так хорошо подсаживают на свои трубы, что потом стащить не получается. Даже с Европой вот до сих пор не факт, что она не вернет все, как было лет через 5-10. Но в Европе еще хотя бы можно работать Америке и Британии. А как забираться в Иран? Итак, что касается фактов. Было сделано официальное заявление министра нефти страны Джават Ауджи, который сказал, что Иран планирует создать газовый хаб при участии России, Туркмении и Катара в промышленном районе Ассалую в южно-иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. В этом регионе находится производственный центр крупнейшего в мире нефтегазового месторождения «Северное» – Южный Парс. Запасы газа составляют 28 трон кубометров газа плюс 7 миллиардов тонн нефти. Отрицала ли Россия эти слова? Давайте лучше напомним совсем иное, а точнее, сразу два инцидента, которые не забудешь и не развидишь. Брительство Финляндии планирует выдернуть из бюджета более 70 миллионов евро на возведение забора на границе с Россией. И такие бестолковые потуги финнов действительно насмешили всех. Они хотят поставить ограждение, длина которого 4 метра, а длина 200 километров и вся эта конструкция будет с колючей проволокой. Как финны планируют провести строительство? Первую часть ограждения, которая будет иметь длину в 70 километров, граждане Финляндии хотят возвести уже к 2025 году. А все строительство будет завершено к 2026 году. Пока в правительстве требуют выделить на строительство забора на финляндско-российской границе 70 миллионов. А общая сумма составляет 380 миллионов евро. И все это со стороны выглядит очень забавно. Такие денжища собирают вкладывать в бесполезный забор. Если это из-за страха перед нами, то как спасет сетчатый забор? А нелегалы-мигранты и в такой конструкции найдут брешь. В результате таких замыслов приграничные города Финляндии стали резко пустеть. Но президент Александр Струп, объезжая свои владения, заметил, что это все Россия виновата, так как стремится расколоть финское общество. Но некоторые финские журналисты уже поговаривают, что экономику разрушили сами власти Финляндии и они же привели к расколу. А когда-то густонаселенные приграничные поселения превращаются в города-зомби. Из этих регионов уезжает не только коренное население, но и другие. Так как на этих территориях нет никакой работы и люди не видят здесь своего будущего. Закрывается крупнейший целлюлозно-перерабатывающий комбинат, который предоставлял множество рабочих мест в регионе. Но при всех этих проблемах президент заверяет, что страна продолжит поддерживать. Но тут непонятно, на какие средства все это будет делаться, так как экономика слабеет и уже не за горами огромная дыра в бюджете. И все эти проблемы закончились бы, если бы финский президент приехал бы в Россию для переговоров, куда его неоднократно приглашали. После закрытия границ у финнов резко снизится доход от туристической области. Только из официальных источников известно, что русские туристы тратили 1 миллион евро в день в этой стране.